Здравствуйте, друзья, голубеводы. Сегодня ролик у нас как бы будет такой, типа мысли вслух. Потому что вчера-позавчера там в Ставрополье ребята там начали поспорить про голубей, про волгоградских, там очередные легенды. Ну, чуть позже я про это расскажу. Ну, сейчас начнем с того совета, который 14-й и который только в Ютубе находят. В Одноклассники я пока не выложил и пока не буду выкладывать. Потому что ребята звонят, у них как бы не получается кольца надевать. Это совет для тех голубят из фунов, у которых ноги разряжаются. То есть уходит бок или назад, короче. Ну, и так и остается, если вовремя не поправить. Значит, до конца я не покажу, что я сделал. Потому что те, которые в Одноклассники, если интересно, заходите в Ютуб, подпишитесь на моем канале и смотрите дальше вот все это. Это уже как бы настырство. Потому что уже за неделю у меня там всего 32 подписчика. Как бы это все делается для вас, а не для меня. Я навязывать, упрашивать никого не буду. Кому интересно, залезьте, подпишитесь, смотрите дальше. Советов у меня очень много. И все полезные, и все нужные вам. Я как бы их все приобрел собственным опытом. С вами я просто так делюсь. Значит, делаем как? Вот два колечка. Ну, мне как бы легче, потому что я уже давно это все делаю, и мне на месте все это четко получается. Но для вас вот поясню, как легче делать. Два колечка надеваем на нитку. Делаем такой узелок. То есть связываем вот эти два кольца, один к одному. Берем голубенку, у которой ноги разъезжают. И надеваем кольца. Нитка должна быть к животу. Не к лапкам, а к животу. Вот одну ножку надели. Надеваем точнее. И вторую надеваем. Ну, а дальше что делать? В ютубе есть продолжение. Если интересно, залезьте, что вот с остальными нитками сделать и как поправлять. Дальше я не покажу. Теперь по тому голубенку, которому я уже как бы привязал. Вот сейчас разъезжаем. Буквально когда? Шестого числа, по-моему, мы надевали. Сейчас смотрим, как он себя чувствует. Лапки, видите, уже почти выровнялись. Чуть-чуть сдвигается. Ну, можно еще несколько дней подержать. Если развязали, посмотрели, что еще не так ровно. И еще несколько дней. Голубенок нормально вырастает. Это по голубенкам. Теперь, значит, там вот был такой великий человек, Станиславский. Вот у него такие золотые слова. Не верю. Вот у меня характер такой же. Я не верю вот всяким словам. Человек должен не в словах там доказывать, а в деле. Молча. Я всегда говорю, про голубей рассказывать ничего не надо. Просто покажите. Они сами о себя все рассказывают. Бьют они, летают. Десять часов летают, шесть часов летают, двенадцать летают. Вот это все ваше. Только покажите. Не надо рассказывать. Когда у вас голуби сидят врезка. Я сказал, я как-нибудь после того, как сотку подниму, несколько штук возьму, крылья выдерну, оставлю по три пера и выпущу. И вы поймете, что ваши куры, у которых по пять, по шесть сидят, и легенды о них рассказывают, и людям, что вот такие сякие, там по десять часов летают. Ну, это просто обычные куры. То есть голубь даже с тремя перьями спокойно может уходить. Вот не надо просто народ лечить. Вот я же как-то рассказывал, что с одним человеком поспорил, что пятьдесят штук голубей не уходят. На то время у меня было всего семь штук голубей. У меня там болели голуби, а до этого я держал 15-20 штук. Ровно через три года этого человека я позвал. Это был один из моих близких друзей. Позвал, я ему говорю, вот издевался я над тобой. Вот теперь смотри, 56 штук я поднял этих голубей вверх. Он, короче, сначала не верил, что эти голуби могут пойти. А был еще третий человек, Сергей Сгэса, короче, который присутствовал при этом разговоре. До этого он там легенды рассказывал, у него голубь там 100 метров столба тянет, там 6 часов голубенок, 6 часов уже летит. Ну, как Станиславский говорил, я говорю, не верю. Приехали к нему, поднял он своих голубей. Этот голубь полметра столба потянул, минут 15 отлетал, а остальные больше пяти минут не отлетали, сели. То есть вот это реально, это вот то, что мы видели вот с Сергеем. После этого я ему говорю, поехали, я тебе сейчас километровые столбы покажу. Если это 100 метровые, то я тебе километровых покажу. Приехали, я поднимаю там, он сначала не верил, что голуби пойдут, потом, когда голуби ушли, залез под навес. Я говорю, ну что ж ты под навес залез? Ну выйди, посмотри. Все равно не так играют. Я говорю, а это, Сергей говорит, ну как это не так играют? Смотри, как это трескает. Что ты еще хотел? У тебя три штуки так не летают, как здесь 56 штук. Или 54, не помню. И этот же человек на днях Ставрополь, там Ставропольским ребятам рассказывает, что он приехал ко мне, я голубей поднял, у меня ни один голубь не пошел вверх. Вот сейчас я просто вот открою голубя от нее, отойдем в стороночку, и вы посмотрите голуби как. Так, они уходят, не уходят, их пугать надо, не надо пугать. Вот они вот несколько штук уже выскочили, пока вот снимали, вот увидели. Сейчас мы плавно отходим назад и смотрим, как голуби себя поведут. Этот, Алем, поставь на самый приближенный вариант, чтобы видно было. И отойди вот оттуда снимай уже. И отойди вот этот, а также снимай уже поднемся. КОНЕЦ И вот, заметьте, как голуби выходят. У нас некоторые голубеводы круче, чем наши депутаты и чиновники. Потому что так на раз скажут, так наобещают. Даже человек больше верит, чем Бога. То есть люди вот так уши чешут. Все голуби в резках сидят, а народ за них грудь. Тебя бьет, что да, реально летают. Ну ты видел, нет. Ну а почему ты так согласен, что эти голуби... Ну вот, рассказывают же. Да мало чего рассказывают. Смотрите своими глазами. Верьте своими глазами. То, что увидите своими глазами. Смотрите. 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 Ну все. Пока вам.